Добрый день, уважаемые участники конференции. Я ещё раз представлюсь, Ирина Полякова. Я преподаю в гимназе номер один имени Ефима Фёдоровича Карского, города Гродно, и являюсь региональным координатором темы Холокоста в Беларуси. Хорошо, буду говорить в микрофон. Итак, тема моего сообщения – это мемориализация. Я хочу коснуться основных направлений уиковечивания памяти жертв Холокоста. У нас в Беларуси. В центре Европы Беларуси было сожжено, замучено, закупано живьём, уничтожено. По разным данным, до полумиллиона человек предыдущий оратор уже озвучивали эту цифру. И уничтожено только потому, что их вина составила в том, что они родились у еврейских родителей. Это печальная статистика, тем более если учитывать, что евреи на территории Беларуси проживали свыше шести столетий и являлись неотъемлемой составной частью этнической структуры белорусского общества. В Беларуси попытки уиковечить память о погибших родных начались сразу после окончания войны. Но в отличие от уцелевших евреев Европы, им было сделать это намного сложнее, точно так же, как и советским евреям в целом. Поскольку инициатива об уиковечивании памяти шла снизу, органы власти, органы советской власти, любым способом препятствовали этому, справедливо полагая, что подобная деятельность приведет к укреплению коллективного национального еврейского самосознания, что, естественно, советской власти было не нужно. И установление памятников на местах захоронения в Республике Беларусь – это одно из основных направлений мемориализации в Республике. Первые памятники с изображением шестиконечной звезды и надписями, что там были убиты именно евреи, начали появляться уже с 1944 по 1946 год. В дальнейшем эта тенденция поменялась, и на памятниках не давали национального упоминания о том, что тут погибли именно евреи, а вместо слова «евреи» употреблялись мирные жители, советские граждане или жертвы фашизма. Систематическая работа по уиковечиванию памяти началась лишь после 1991 года, с момента создания Союза еврейских общественных объединений и общин. Это не значит, что раньше не было попыток или не возникало мысли об уиковечивании памяти сотен тысяч евреев, погибших в период оккупации. Просто на тот момент, до 1991 года, ну, ни люди искусства, ни гражданское общество, ну, и, наверное, само государство не были к этому готовы. Наиболее известный из памятников жертвам Холокоста в Беларуси – это мемориал жертвам гитлерского геноцида Яма. Вы его видите на экране, установлен в 1947 году. Он был первым и длительное время, послевоенное время, единственным памятником жертвам Холокоста, на котором было разрешено сделать надпись на идиш. Так выглядел памятник в первые годы после войны. И именно сюда были свезены, и здесь же были закупаны, более пяти тысяч евреев, включая 200 сирот из детского дома вместе с медперсоналом и воспитателями из Минского гетто, расстрелянных 2 марта 1942 года. Многие годы Яма была знаковым символом для тех евреев, которые выжили после оккупации. И, как вспоминают очевидцы, и в 70-х, 80-х годах, 9 мая на Яме встречались те, кто пережил Холокост, либо родственники погибших. Здесь они встречались, разговаривали, здесь же часто женились, потом читали письма из Израиля и Америки. То есть это было такое некое знаковое место. В 2000 году на Яме была установлена бронзовая композиция «Последний путь» архитектора, уже покойного, к сожалению, Леонида Левина. Как известно, Минское гетто, просуществовавшее более 800 дней, стало последним пристанищем на пути к смерти. И для более чем 35 тысяч евреев из Голландии, Бельгии, Германии, Польши, Чехословакии, они не встречались с евреями из Минска, но захоронены в одном и том же месте. Такова их печальная судьба. Работа по установке памятников и замене старых памятников частично осуществляется благодаря инициативе финансовой поддержки белорусских еврейских землячей за пределом Белоруссии. На их средства памятники евреям, жертвам Холокоста, установлены практически во всех областях республики. Вы видите вот такой удивительный памятник с философским смыслом, который установлен во Фрунсенском районе города Минска на месте захоронения 5000 европейских евреев. Сломанный стол, сломанный стол, как символ катастрофы семьи. Тут же хочу просто показать несколько памятников на месте Бобруйского гетто, Купольский район Грозова, Барановичи, Червень. Это все памятники, которые построены при участии белорусских еврейских землячеств. Не могу не сказать, конечно, еще о лагере смерти Тростенец. У нас здесь сейчас присутствует Павел Маркович, который является одним из узников этого концлагеря смерти. Тростенец стоял в одном ряду с такими кровавыми нацистскими лагерями, как Майдан, Косвенцу, Требленко. Но если в польских городах на местах этой трагедии стоят уже давно мемориальные комплексы, то на Минской окраине, на месте нацистского лагеря существовали только, ну, такие выборченные несколько памятников. Вот первый из них установлен в 1963 году. Дальше урочище Шашковка, где были расстреляны около 50 тысяч человек. Далее Благовщина. Это место массового уничтожения населения и лагеря Тростенец. И сегодня именно туда родственники погибших евреев и часто иностранцы приносят фотографии, ленточки с написанными именами, фамилиями. Для них это место захоронения. Ну, последние несколько лет при помощи, опять-таки, привлеченных средств из немецкого фонда перед смертью архитектор Леонид Левин разработал макет, проект нового мемориального комплекса Тростенец. Вы видите, этот проект пока еще, как бы, осуществляется поле, на котором, по свидетельству очевидцев, развеивали прах сожженных евреев. И другим, я считаю, тоже не менее важным направлением мемориализации – это просветительская деятельность. Просветительская деятельность ведется с момента возникновения союза еврейских общин и организаций, установления, возникновения музея истории и культуры евреев, возникновения Белорусского фонда «Холокост». Ведется и местными музеями, ведется учителями школ, преподавателями вузов, колледжей. Сегодня мы можем говорить о том, что при помощи научно-просветительского центра «Холокост России», при помощи Украинского центра изучения истории нашей республики прошел ряд семинаров, благодаря которому были подготовлены в каждой из шести областей нашей республики учителя-энтузиасты, которые и по сегодняшний день занимаются этой темой. Они занимаются кривическим поиском очевидцев, собирают свидетельства устной истории, ухаживают за памятниками, как следует из доклада предыдущего докладчика нашего белорусского, у Нианила Цыганок, вы увидели, что издают книги на основе своих исследований, выстраивают выставки в школах, выступают на конференциях, участвуют, более десяти лет участвовали в ежегодной конференции, которую проводил НПЦ «Холокост» города Москвы в Бресте, участвуют, являются участниками ежегодного конкурса в Москве, в Украине. То есть работа вот эта идется постоянно. Но единственное, о чем я хотела бы сказать, что она, может быть, не очень ведется в основном за счет все-таки наших друзей, коллег из соседних республик, потому как вот до недавнего времени у нас в Республике Беларусь не было ни одного образовательного пособия по теме «Холокост», в отличие от наших коллег. И мы пользуемся в основном литературой, конечно, которую они нам поставляют, и мы с благодарностью ее принимаем. Историческая мастерская, о которой тоже упоминалось уже, сотрудничая с немецким фондом, издали несколько пособий. Это спасение из Минского гетто, жизнь и выживание, и следующее пособие по праведникам мира. К сожалению, тираж был очень ограничен, и я точно знаю, что у подавляющего большинства учителей этих книг просто нет. И это, конечно, является достаточно большим недостатком, потому что методическая литература учителя просто необходима для того, чтобы научить их говорить с детьми правильно на такую тему. И, конечно, одной из работ нашей просветительской является сотрудничество с музеями. После меня будут выступать наши музейные работники, но хочу сказать, что и с музеем еврейского сопротивления в Новогрудке, и с музеем на Троицкой, который будет представлять наш тоже Гродненец, мы активно сотрудничаем, используем экспозиции музеев, музеи истории и культуры евреев в Минске. И это, конечно, дает очень большую отдачу, потому что на всех мероприятиях даем анонс, и учителя различных школ, которые даже не имели представления, не работали в этой теме, приводят детей на выставки и впервые, может быть, для себя открывают такую тему, тему уничтожения евреев в годы Великой Отечественной войны. И в заключение хотел бы сказать, что позволю себе процитировать от архитектора уже покойного Леонида Левина, который назвал Беларусь громадным еврейским кладбищем. Ну, печально, но констатирую такой факт, что во всех странах существует день памяти евреев. И вчера погибших в Холокосте, и вчера выступал наш израильский коллега, который говорил о том, что у них появляется новый день спасения. К сожалению, в Беларуси нет памяти дня, памяти жертв Холокоста. И страна, которая потеряла не только почти миллион своих сограждан, но и потеряла целую культуру, она только дважды праздновала, отмечала, простите, это день, в день в 93-м году и в 2008 году. И эти дни памяти жертв Холокоста были приурочены к дню освобождения Минского гетто. В 2011 году наш Совет Министров отклонил, вышло постановление, в котором он отклонил предложение, с которым обращались к нему граждане, увековечить день памяти жертв Холокоста. Поэтому, наверное, мы сегодня единственная страна, посткоммунистическая, в который-то день не отмечается. Хотя, в прошлом году к Минской яме приходил и президент республики, и официальные власти почтили память на траурном митинге. А вот и все, что я хочу сказать. Спасибо большое. Ну, к сожалению, это те же проблемы, которые, в общем, и в России. Ну, я думаю, что у нас они более устроены. Четкого дня, к сожалению, памяти и у нас, и у вас нет. Как много у нас общего, к сожалению. Увы. Можно один вопрос очень короткий? Я задам сразу, пока не забыл. Так все-таки четко, как нужно писать? Тростенец или тростянец? Ну, тростянец по-белорусски, по-русски тростянец. Я понимаю, потому что очень часто белорусский вариант встречается и, скажем, в русской литературе. Очень часто в России и в других странах нашу республику называют по-старому Белоруссия. Такой страны нет. С 1994 года такой страны не существует. Существует республика в Конституции, нет. В 1994 году была принята Конституция 15 марта, где четко было указано, что страна Белоруссия, так как она была у меня на слайде. И, к сожалению, наши коллеги из России очень часто пишут Белоруссия. Спасибо. Хотя Белоруссия. Пожалуйста. Не уходи. Ну, малый, да. Есть большой, малый тростянец. Это, да, понятно. Ну, вот это и я. Извините, что я так сильно сегодня лезу в терминологические дебри. Can I ask you, I want to remark, I knew the late Koppel Kolpanitzki, who was one of the few survivors of the first Jewish revival in the rebellion in Lachwa. And after the fall of the communism, he got back his family home in Lachwa. And he dedicated, and he donated it to the municipality in order that it will become a museum. He gave them also many pictures. And it is now a museum, so it can be used for educational reasons. And he also built with others the monument of the people who were murdered in the Lachwa. And I think this is one way that you can connect survivors that are out of Belarus. And because they have materials that you could use, for example, Koppel Kolpanitzki wrote, it is in Hebrew, a very big memory book. I helped him, and I think it will be used for you to translate it, because one of the main subjects is the life in Lachwa before the war. And another thing, he definates that not all the people of Belarus were against, and there were those who helped. And he was also a partisan and so on. So I think it is very important for you to have such material. Thank you very much. And the question about how to do this work, it is possible to do it only in terms of a kind of project. And you know, the project is a grant, it is a sponsor, because it is a project, it is a grant, it is a sponsor, because it is a trip to the people of Belarus, and all the other things. And I am here, and the present here in Somar-Werxes, we all know this all well. I know that there is a Binyamin here in Jerusalem, who will be выступing. There is a lot of material. There is a lot of material, there is a lot of material. There is a lot of material, there is only 10, 15, 20, there is only about it. It is only about the people. We are only about it. And it is very important to us to be able to have this young generation, who will be able to do it. Мы будем заниматься, поскольку очевидцев уже становится все меньше и меньше, мы, к сожалению, констатируем этот факт. Материал пока только собирается, а я думаю, что работать в нашей стране материала достаточно. Были бы люди, и мы готовы как бы их подготовить, готовы их воспитать. Ну и мы ведем такую работу. Надеемся, что она будет плодотворна. Надеемся, что День памяти жертв Холокоста тоже будет утвержден на государственном уровне, хотя, конечно, мало верить. Все, спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо.